Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Второй раздел псалма начинается с риторического вопроса, который напоминает стиль типичный для литературы мудрости. Указание на юношу рассматривается современными экзегетами двояко, как отсылка на молодой возраст самого автора псалма или как рассуждение вполне зрелого человека о том, какие ценности должны пронести через жизни представители молодого поколения. В первом случае предполагается, что псалмопевец юн, во втором случае, что он рассуждает как старик или, по крайней мере, как наставник, достигший возраста мудрости. Чтобы юноши жили в чистоте, они должны хранить Слово Божие. Желаемая чистота не приходит сама по себе. Она является плодом послушания, искреннего стремления к Богу и неуклонного следования за Ним. В девятом стихе содержится риторический вопрос. Как юноше содержать в чистоте путь свой? И вот употребленное здесь слово юноша толкуется двояко. С одной стороны, как указание на самого автора. Как мне содержать в чистоте свой путь? Риторический вопрос, обращенный внутрь себя. Есть другая линия толкования, по которой великовозрастный автор, умудренный летами, пишет для юноши этот текст, чтобы юноши, которые будут это читать, себя спросили, а как же нам в чистоте содержать свой путь? И тут же дает ответ. Путем хранения, исполнения, повторения, углубления в закон Господень. Слово Божие — это то, чем псалмопевец дорожит, беспокоится о том, чтобы перед Богом не грешить. Одиннадцатый стих. Хотя в разных местах русского перевода псалма мы встречаем одно и то же понятие слова, однако в исходном тексте может иметь совершенно различные оттенки. Под Словом Божиим в девятом и шестнадцатом стихах, вероятно, подразумевается намек на десять заповедей Божиих, на десяти словия. В одиннадцатом стихе слово, которое хранит человек в своем сердце, напоминает обещание Богу верности или, по крайней мере, старание юношу удержать в памяти то, что он изучил из Божественного закона. Такое слово, обращенное внутрь души или обещание Богу доброй совести, является противоядием греху. Тот, чьи грехи покрыты, имеет повод для радости. Ходить путями Божьих откровений приносит такую же радость, как владение богатством. Четырнадцатый стих. Для сравнения, по книге притч, радость больше, чем серебро и золото, приносит мудрость. При всей внешней схожести оборотов, связанных с радостью, в псалме и в книге притч, немножко отличается. Согласно псалму, радость подается через откровение Божие. А согласно книге притч, радость приобретается через житейскую мудрость. Отсюда мы можем сделать вывод, что богословские идеи псалма более древние, чем то, что встречается в книге притч. В четырнадцатом и шестнадцатом стихах употребляются глаголы «радуюсь» и «утешаюсь». Утешаться – это нечто большее, чем испытывать мир и спокойствие на сердце. Скорее, такое чувство напоминает восхищение. Если человека, пребывающего в скорбях, утешает Господь, его душа этим ощущением услаждается. Такое услаждение подобно наслаждению младенца, которого мать кормит сосами, носит на руках и ласкает на коленях. Этот образ мы встречаем в книге пророка Исаии. Существительное утешение очень часто встречается в сто восемнадцатом псалме. Итак, к послушанию Богу ведет не страх, а желанная радость, вожделенное утешение. Неудивительно, что псалмопевец восклицает в двенадцатом стихе «благословен ты Господи». Обычно за таким возгласом следует описание тех добрых и чудных дел, которые совершил для народа Господь. Однако здесь, вслед за восклицанием, следует просьба «научи меня уставам твоим». Следовательно, сами по себе законы и постановления, закрепленные в соответствующих заповедях Господа, для псалмопевца являются особым даром свыше по отношению к народу. Поэтому с чувством благодарности в сердце он размышляет о заповедях, наставляющих на путь по Богу. Слово Божие не только направляет автора на верную дорогу, но и дает утешение по шестнадцатому стиху. Поэтому он не хочет Слово Божие забывать, в отличие от тех соплеменников, которые в пустыне Синайской подняли бунт, а вследствие того, что скоро забыли дела Божии, забыли Бога, Спасителя своего. Так я обратил ваше внимание на то, что в данном случае постановления, заповеди Божии рассматриваются как нечто, подаренное Богом человечеству. Если в других случаях ожидается некое чудо от Бога, чудесный переход был через Черемное море, или Камышовое море по-другому, Красное море, чудесный переход был посоху через реку Иордан. Мы порой и сейчас с вами нередко в ответ на молитву ожидаем какого-то исцеления, восстановления телесного здоровья. Кто-то просит у Бога, чтобы родственникам стало полегче, житейские ситуации какие-то разрешились. И вот этим чудесным делом мы называем вмешательство Бога в законы природы. Но, как мы сейчас уже начинаем потихоньку прикасаться, и в дальнейшем это более отчетливо увидим, что, согласно автору данного псалма, чудом являются сами законы природы. Сами законы мироздания — это уже чудо. И эти законы мироздания, они отражают творческое Божие Слово. И законы написаны на скрижалях, отражают творческое Божие Слово. И поэтому, если переноситься в нашу современность, отвечая на вопрос, а как познать волю Божию? В чем она? Так вот, воля Божия, она отражена в Его Слове. Его Слово свидетельствует о том, к чему Он благоволит. И это слово запечатлевается в законе. Отсюда высокий статус, высокая роль этого закона. Я уже в преамбуле сказал о том, что для христианской молитвы важно повторение имени Иисусова, который нас спас, совершил спасительное деяние по спасению человечества. И мы непрестанно повторяем имя этой Личности, Бога-человека, которая разрушила ад, чтобы нам даровать жизнь вечную. Но для ветхозаветного мышления на границе Рождества Христова такую роль отчасти выполняет Писание, то есть закон, потому что он отражает Слово. То есть, по сути дела, если бы мы сейчас употребляли знаменитый термин святителя Кирилла Александрийского, Бога-слово воплощенное, а Кирилл Александрийский говорил об Иисусе Христе, и применили бы это же высказание к Ветхому Завету, то ветхозаветный человек сказал бы, что закон, Тора, это и есть Слово Божие воплощенное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова